Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать матч, в котором сошлись Интерны и Логрис. Интерны традиционно для себя преимущественно в белом, я бы так выразился, но Логрис в своей форме. Желтый. Чтобы отметить, конечно, что прибавляют от игры к игре Логрис. Мне кажется, находят они свой какой-то игровой стиль. Ну, а Интерны, как мне кажется, одна из тех команд, которые... Умеют ломать тактику команд бегущих, умеют сыграть, но серьезные-серьезные потери есть у Интернов, ведь как ни крути, Павлю Павел сломал ногу, он все еще пытается восстановиться, Интернов всего пять и придется потрудиться, чтобы добить, как говорится, Логрис, если это удастся. Но я думаю, что будут проблемы, потому что, конечно же, обе команды замотивированы и будет борьба на 100%. Сейчас судья решает, кто будет первый разыгрывать, как я понимаю, и на какой стороне кто выбирает что. Собственно, будет разыгрывать у нас Логрис и Салагуб у нас рядом, как я понимаю, с Романчиком. Прозвучал стартовый сток и сразу же следует у нас первый удар. Ну, очень оптимистичное начало, потому что мы знаем, что Романов-то очень хороший голкипер у команды Интерна. Потребляем мяч, сейчас Логрис. Еще-то было так. Это счет обратно Керницкого. Тут Норманчука. И... Да, Салагуб оставил себе мяч. Керницкий останавливает. Отключает Бугакова. Можно бить, Смоленина их не дает. Он даже стояться на Минске, там уже хотел разограняться, но споткнулся. Поскользнулся в последний момент. Керницкий вводит мяч в игру, отыгрывает на неровню. Ну, вот тут. Перепасовывает. Манчук, Бугаков. Салагуб открыт. Почти достали с этой передачи, не получилось. И удар, гол. 1-0. Логрис неходит вперед. И пробивает Салагуб. Артем. На ранней второй минуте этот мяч забит. Очень ранний, комфортный для себя мяч забили. Новинский. Подловил он движение, крайний. Тянется Хоменко. Не совсем точная передача, тем не менее мяч остается все-таки у интернов. Новинский сохраняется в поле, что удивительно. Пробиться здесь. Ну, здесь крайние несколько ему вообще не помешало. Мяч доходит все-таки. Да. Манчука тут спокойно развернулся, посмотрел, кому же отдать. Подключает Булгакова. Можно, в принципе, было пробивать сходу там. Почему Игорь решил не бить? Наверное, хотел довернуть. Смоленинов. Находит Новинского. Толстер скачает здесь Александр. И долго уже с мячом был. Коменко тут будет бить выше ворота. Слева, слева, слева. Натах, натах, ребят! Просят перевести. Ну что, мяч должен водиться руками от ворота и покинуть пределы штрафной площадки. Керницкий. Проходит эта передача, тем не менее он отыгрывает обратно на неровню. Спокойней, пап. Мяч, переход к интернам крайний. Готовил ввести мяч в игру от Игоря Новинского. Пасовывается, пытается пробиться. Увы, не получается. Бежевых. Погоняется Павел, что предпримет. Немножко ошибается. Тем не менее оставляет мяч в игре. И опасно, опасно. Феноменальная, на самом деле, у него скорость. Я вот не раз это подмечал. Даже когда, казалось бы, ошибся и уже мяч уходит куда-то в бровку, он успевает совладать и догнать. Ну и, как мы видим, есть проблема. У интернов некие с тем, как остановить его сегодня. Не проходит. Булгаков оставляет мяч у себя, отыгрывает на Романчука. Ищет, куда же отдать. Увы, заканчивается. А, вот там, тем не менее остался мяч. Углогрис. Угу, Булгаков. Серёж. Звинский с мячом. Вот, напекает его Романчук. И даёт развить атаки. Булгаков будет бить и... Не совсем точно, но тем не менее, нашёл возможность поугрожать. Создать остроту дополнительную у ворот соперника. Это даже ещё и у главного отворота. Романов будет вводить мяч. Это означает, что интерны вводят. Мяч всё-таки пришёл к Длогрис по итогам этой атаки. И Дешевых хотят подключать. Дальше, Булгаков, Новинский разгоняется. Какая диагональная, перспективное открывание было от Крайнего. И не выдели его. Кричал несколько раз. Шевых. Решил пробить. Романов забирает этот мяч. Сразу же выбивает вперёд на Крайнего. Но, похоже, не поняли друг друга. Он совсем на другой фланг смещался. Ну, сложно. Сложно успеть сориентироваться. То есть просит сразу же, предлагает пас. Но, когда мяч уже полетел, он уже побежал в другой фланг. Не так-то это просто. Гордо Али. Дюченко. Новокордо. Проходит всё-таки. Ой, штанга! Едва свои ворота Смоленинов не переправил. Новокордо Али. Находится в лазейку для передач. Но там никого из своих нет. Мяч переход к Романову. Тотного Новинского. Александр подключает Крайнего. Гоша, Гоша! За спиной! Да не заброс. Забирает. Неровный. Смоленинов. Бежит! Бежит! Ну, насти! Бежит! С ударом, Саш! Встрел. Снова выстрел. Не проходит к воротам. Смоленина разгоняется, но Горохов тут как тут. Подбирает этот мяч Кордо. Считает обратно к Горохову. А вот не поняли друг друга. И первым на мяче будет Романов. Менка пытается пробиться. Не пускает его. Шевых пытается прожить, но увы. Не дает себя обойти так легко Новинский. Горохов. Интересная передача. Что дальше? Какой контроль у нас мы видим от Лугриса. Очень сильно как-то они ставят акцент на то, чтобы широко играть и не терять мяч. Ощущается, конечно, что прибавляет. Все-таки стоит это еще раз отметить. Гордоуали. Удар. Но воздержаться от удара Гордоуали крайне редко может, потому что любит пробить с левой ноги даже издали. Смоленина продлевает на Хаменко. Он все-таки проходит. Хороший шаганс для удара. Удар. Неровно парирует. И сразу решил сорвать злость на воротах. Здесь Игорь у нас в данной ситуации. Выглядело это, конечно, устрашающе, что сказать. И пострел. Там никто его не забыкает, в общем-то. Не поняли немножко друг друга. Вернулись, ребята! Вернулись! Как дела? Лучше себе, главное, чтобы не доведом. И я понял. Чего опаздываешь на игру? Перепосылываться. Диченко. Не удержал он мяч в себе. И переходит тот к интернам. Смоленинов Святослав с мячом. Дальний заброс. Утром не точный. Рис, Горхов. Проходит все-таки Евгений. Даже продлевает туда на Диченко. А тот не сохранил мяч. Светлый либо не зовется, он уже по 7 заслалит. Звал, спасибо. Себе пусть оставит. Я понял. Минский навязали ему все-таки борьбу. И Мельников продолжает прессинговать. Вдвоем они с Горохом бросились. Но разобрался все-таки в этой ситуации легко. Смоленинов с помощью Романова. Смоленинов. Смоленинов. Утром. Смоленов. Смоленов. Едва не потерял мяч Мельников, но тем не менее, он остался у Логрис. Продолжают контролировать команды в желтом. Керницкий смещается и будет ли передача? Нет, удар, гол! 2-0. Логрис удваивает преимущество. Некрасивый мяч на самом-то деле забил Керницкий на 10-й минуте. Забивает Сергей Керницкий на 10-й минуте. Давай, давай! Я, ты и Женя. На следующем нашем. Играли. Решил крайний сразу же пробить и мяч выше даже сетки. Полетел. Не знаю, такое впечатление, что это был даже какой-то жест отчаяния, возможно, со стороны. Да, не хватает немножко все-таки более точных ударов от Интерна в створ конкретно. Потому что, наверное, главное не то, какое количество ударов ты осуществил, а то, какое количество ты попал в створ. Да, не хватает все-таки очень сильно Керния Канта на сегодня Интерна. Я считаю, ведь его скоростные данные позволяли резко переходить от обороны к атаке. И этим, в буквальном смысле, мучить и стесать соперника. Первый ИЧС сразу же вдвоем. Могут такие... Ну, не находят все-таки пространства для передачи там с Малинином, хотя хотел. Но, просчитав всю эту ситуацию, Керницкий крайний отыгрывает на Романова. Снова крайний. Возвращает обратно к голкиперу через центр на Новинского. Скидывал интересно Романчук. Малинский. Ну, пас какой-то небрежный. Хотя сохранить ему удалось. С Малининову и еще небрежный пас. Все отлично. И мяч потерян. Таким образом. Гул, пасовый. Ну, не совсем точно. Пробится Романчук. Мяч все-таки покинул пределы поля. Придется вылететь аут Интерном. Коля, не теряй игрока, пожалуйста. Крайний отдавал передачи на Романова. Далее кто? Некорректное введение там аута было, поэтому уже лог Рис будет сейчас разыгрывать. Мяч потерян. Новинский уже готовится ввести его в игру. Делает заброс туда на Малининовой. Но до него и мяч не доходит. Тем не менее, мяч у Кирницкого. И как прорвался. Что дальше? А вот остановить уже тяжеловато было там. Хорошо, Саня. Весь, весь! Забросы. Кирницкий все-таки пробил туда. Целка Бартион. Интересно. Булгаков. Возвращает к Кирницкому. Нужно бить, конечно же. Ну и раньше, наверное, с ударом здесь не стоило вступать. Но Грис, не знаю почему они так замешкались. Хотели, наверное, до верного. Перепасовываться с Интерном в своей половине поля. Новинский. Снова Новинский с мячом. Надо, так сказать, пройти. Но Булгаков не дает себя так легко обойти. Мяч у Интерна. Крайний. Не проходит передача. Останется ли мяч? Нет, не остается. Романчук пытается пробиться. Новинский. Интересная передача. Догонит ли? Ай-яй-яй-яй. Неплохая задумка, но чего-то не хватило. Какой-то точности на финальной стадии, возможно. Хотя там опасно так врывался Сологу. Артем, надо отметить. Ранение. Фолл желтая. И искал, кому бросить Романов. Бросил на Крайнего. Но тут фолл зарабатывает Интерна. И мне кажется, стоит попробовать как-то разыграть покреативнее. И возможно, с этого что-то получится. Потому что не хватает крайне больше каких-то окончаний удачных при атаках. Сейчас исток можно бить. Удар. Выше ворот. Чир был. Поэтому угловой для Интернов. И все-таки мяч переходит к Фолли. Это нас. Спотыкается. Тем не менее. Отложенный фолл Интернов пробивает. Булгаков. Давай, давай! Булгаков. Дальник. Брос вперед. Крайний. Мяч остается за Интерна. Я понял. Продолжает перепасовываться. Крайний мяча. Умеет пробить. Вот сейчас. Удар. Хороший по силе удар. Пришел ступить к голкиперу. Не ровно Сергея. Он парировал. Ну, я думаю, ощутил всю силу удара. Удачную, я бы сказал, по точности. Что? Билучок. Держал мяч все-таки. Втроем на него набросились Интерны. Тем не менее, мяч остался за логариц Кирницкий. Не смог побросить Новинского. Без неровных. Нельзя так играть. Красный за крайне грубый фор получает неровный Сергей. За невероятно грубую игру против Новинского Александра. Да, и как-то Новинский Александр встал, как будто ничего не было, но мне казалось, что... Ну очень опасно выглядел это становление. И спиной мог забить у нас сейчас крайне, если бы чуть-чуть наклонился. Чтоб покрепче, она пожёстче-то стала. В интерной можно самому идти. Продолжает контролировать мяч Интерна, несмотря на прессинг. Не знаю, странно выглядит прессинг со стороны Новогринца. Вот хорошая сейчас передача на крайне. Почему выключился он из игры? Ведь всё грамотно, считай, сделал Новинский. Получится ли перехватить? Что за пашканы? Видим... Это уже группа со стороны Интерна. Взяли по игрокам сразу. Нормально, нормально. Слушайте, у нас бойся. Нормально, это не бойся. Куда? Выше ворот. Давай! Сели, сели, сели на нас. Расканитесь. Романов бросает далеко вперёд, но увы. Присните ему, блядь, нас на дно в бойся. Зачем тут закидали? Через защитников. Поднимай, поднимай все! Я не говорю, я не боюсь. Вышем, вышем. Они забирают этот мяч. Болкипер Луо Грис. Время на них. Воконяется Романчук. Увы, не удается у него пройти крайне. Они подключают на Винского. Что, забьют сейчас? Нет! Сейв! Булбакова! Кто тут играет на ра? Дешевый? Пацаны, давай! Десять секунд, если они не заслезли. Желтый мяч. Мяч выбил. Искар 2. Не-не, воротарь нет. Воротарь уже не выходит. Не-не, просто четвертый. В конеч раз период численного преимущества у интернов. Снова пятером будут играть. Луо Грис, правда, уже без уголкипера. Романов парирует. Кишевых. Играет на Диченко. Кто смещается. Новинский перехватывает передачу. Сразу же хочет разогнаться. Ну и что предпримут дальше? Численный преимущественный дислок. Собрал, собрал. Горохов. Разогнался. Увы, не проходит до передачи. Крайне чисто забирает. Удар. Блокирован. Крайне навязывает. На самом деле прессинг высокий. Сразу же, после того, как потерял мяч. И не дает развить атаку сразу Лу Грису. По мне, отличный темп держит Лу Грису. Но немножко не хватает зрячих передач. Сломя голову, они немножко бегут вперед. И порой где-то сумбурят. Я бы это отметил. Ты как думаешь, Костя? Ну да, мне кажется, не хватает какой-то выверенности в передачах. Наигранности, возможно, комбинаций. То есть, если бы они добавили и... Да, чуть ширины, чуть-чуть больше хитрости. Потому что слишком как-то ввязываются вот такую активную рубку. Я бы это отметил. И... Давай сюда, Сань, Сань! Линтерна. А время у нас тут уже подходит к концу. Я думаю, что последние 30 секунд мы доигрываем в этом тайме. Ну, посмотрим. Практика покажет. В передаче не проходит его на Мельничука. Нашел все-таки Новинский. Фоменко Игоря тут пробивает. Ай-яй-яй-яй-яй. Пас, пас! Вот. Передницу выбрасывают на Горохова. Право! Влево, влево! Соберют обратно. Сергея. Старго. О, хорошая передача на Мельничука, это нужно забивать, ай-яй-яй-яй, отворот, чуть-чуть не хватило, мне кажется, поторопился здесь несколько мельников, я прошу общения, Николай, продолжает контролировать мяч интерный, Игоря нацепился, хотел продлевать для Мельничука, до того как мяч не доходит, и конец первой таймы, счет 2-0 в пользу Логрис.